После нападения российской армии на территорию Украины, Голливуд выразил свою поддержку украинскому народу. Кто-то из знаменитостей сделал это незамедлительно, кто-то позже. Об этом мы сегодня и узнаем. Известная актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анжелина Джули прибыла на Украину и после увиденного выложила посты в социальных сетях и высказалась об увиденном. В сториз Джули разместила ссылку на Вашингтон пост и сообщила, что женщина с нерожденным ребенком умерла в Мариуполе. Также Джули опубликовала в своем инстаграм душераздирающее видео от жительницы Харькова, которая прячется со своими детьми в подвале, чтобы уберечься от пуль и бомбежек. Вскоре от Джули инстаграм увидел знаменитый пост с призывом помогать украинским гражданам, которые вынуждены бежать из страны. В еще одном посте актриса призвала остановить войну и опубликовала кадр из киевской больницы с 13-летним украинцем, который пострадал во время обстрела российскими оккупантами. Как и вы, я молюсь за людей на Украине. Я и мои коллеги в УВКБ ООН сосредоточены на том, чтобы гарантировать защиту и обеспечить базовые человеческие права для всех беженцев. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начинают покидать дома и искать безопасные места. Пока рано предполагать, что произойдет дальше. Но значение этого момента для народа Украины и для международного права невозможно переоценить. Американская поп-дива Мадонна незамедлительно опубликовала видео, в котором она выразила слова поддержки Украине и осуждения президента РФ Владимира Путина. Актер Брайан Кокс, получая награду за лучший актерский состав в драматическом сериале «Наследники», произнес речь, посвященную ситуации на Украине. Президент Украины был комиком, прекрасным комиком. И надо понимать, насколько это поразительно, что он стал президентом. Но что меня действительно огорчило, это то, что происходит в России с моими коллегами, актерами, актрисами, сценаристами и критиками. Их внушили, что они ни слова не могут сказать в поддержку Украины под страхом государственной измены. Это все ужасно. Я думаю, мы должны все быть солидарны с теми людьми в России, которым не нравится, что происходит. С артистами особенно. Мы должны надеяться, что они действительно смогут что-то изменить. А я верю, что смогут. Доброе утро. Это 25 февраля 2022 года. Я не знаю. Если я могу сказать что-то мистеру президенту Путину, мы, как и все люди, в ответе за то, как относимся к ближним. Есть закон природы. Жесткий и неумолимый закон. Нет лазеек, от него некуда сбежать. Этот закон, что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. Это все ваша заслуга. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы напали. И вся эта смерть и разрушение вернутся к вам. И в этом кино, в этом шоу, в которое мы все попали, бесконечное количество времени. У вас полно времени. Одна жизнь за другой. И так далее, чтобы собрать плоды того, что вы сеете. Мой вам совет, спасите себя, спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Начните строить дружбу. Мы одна большая мировая семья, в которой больше нет места этому абсурду. Примите это. Остановите атаку. Давайте вместе позаботимся о том, что все страны жили в мире, ладили друг с другом и решали проблемы сообща. Очнитесь. Отличного всем дня. Больше всего на свете сейчас украинским детям нужен мир. Ни один ребенок, где бы он не родился, вырос или жил, не должен узнать насилие и зверства войны. Тысячи детей на Украине проснулись сегодня среди ночи от взрывов. Ради них нужно остановить огонь. Мы требуем защитить детей от этой атаки. 7,5 миллионов детей в опасности. Легендарный американский писатель Стивен Кинг поддерживает украинцев с начала боевых действий и желает мира в Украине. Он назвал это своим заветным желанием на 2023 год. 28 февраля он опубликовал свою фотографию в твиттер в футболке с надписью «Поддержка Украины» «I stand with Ukraine». В посте он написал «Это война Путина. Дети и женщины гибнут от его рук. Нужно, чтобы россияне понимали, что происходит. Это очень важно разрушить стену дезинформации». Также он отказался от контрактов с Россией в конце мая. Он снова в твиттер призвал цивилизованный мир экономически давить Россию санкциями. 27 июня Стивен Кинг отреагировал на ракетный удар расистов по торговому центру в Кременчуге, в котором на момент обстрела в здании находилось более тысячи мирных граждан. В своем твиттер писатель посвятил пост трагедии. Кинг написал «Российские удары по украинским гражданским объектам это настоящие террористические атаки. Слава Украине!» Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Внольд Шварценеггер записал видеообращение для россиян, которое набрало миллионы просмотров, которое посвящено войне на территории Украины и направлено на то, чтобы открыть глаза безумцам и, пожалуйста, посмотрите его. Я шлю это сообщение через разные каналы, чтобы обратиться к моим дорогим российским друзьям и российским солдатам, которые сейчас служат в Украине. Я обращаюсь к вам сегодня, потому что в мире происходит событие, которое от вас скрывают. Ужасные события, о которых вы должны знать. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве, я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю. Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для деноцификации Украины. Деноцификации Украины? Это неправда. Украина — страна с президентом еврейского происхождения. Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты. Вы видите? Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть, имущая в Кремле, начали ее. Это не война российского народа. Нет. На самом деле, давайте я вам расскажу, на прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвали к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только четыре страны проголосовали вместе с Россией. Это факт. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине. Целые кварталы разрушены российской артиллерией и бомбами, включая детскую больницу и роддом. Из-за своей жестокости Россия теперь изолирована от сообщества государств. Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. С тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Огромное количество российской боевой техники разрушено или брошено. Российские бомбы, падающие на безвинных гражданских, принесли те разрушения, которые так разгневали мир, что были введены самые сильные глобальные экономические санкции в истории. По обе стороны войны страдать будут те, кто этого не заслуживает. Российское правительство лжет не только своим гражданам, но и своим солдатам. Некоторым солдатам сказали, что они пойдут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ будет приветствовать их как героев. Некоторым сказали, что они просто поедут на учения. Они даже не знали, что они едут на войну. Некоторым сказали, что они там, чтобы защищать русских, в Украине. Все это неправда. Факт в том, что российские солдаты столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, которые хотят защитить свои семьи и свою страну. Когда я смотрю на то, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм про ужасы Второй мировой войны, а не современные новости. Это не та война, для защиты России, на которой воевали ваши дедушки и прадедушки, это незаконная война. Ваши жизни, ваши конечности, ваше будущее жертвуются ради бессмысленной войны, которую осуждает весь мир. О властей в Кремле я хочу спросить, почему вы жертвуете этими молодыми людьми ради своих амбиций? Те солдаты, которые слушают меня сейчас, помните, что у 11 миллионов россиян есть родня в Украине. Каждая ваша пуля летит в чьего-то брата или сестру. Каждая бомба, каждый заряд, который падает с неба, падает не на врага, а на школу. Или на больницу, или на чей-то дом. Я знаю, что российский народ не в курсе о том, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это пропаганда и дезинформация. Я прошу вас помочь мне распространить правду. Расскажите вашим соотечественникам дома о человеческой катастрофе, которая происходит в Украине. А президенту Путину я скажу, вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну. Субтитры создавал DimaTorzok